Наша задача вметать вточной рукав вот в эту пройму. Обычная, чаще всего вызывающая большие проблемы наша вот такая задача. Смотрите, пройма была помечена ниточками с узелочками. Так делать нельзя. Поставить ниточку это значит прошить ткань в один слой без узелков и без закрепок. Теперь смотрите, вот эта птичка на рукавчике у нас показывает правую часть рукава. А вот эта выточка на рукавчике тоже показывает переднюю половинку изделия. Поэтому мы вставляем рукавчик в их пройму. Изделие всегда на изнанке, рука всегда на лице. Так, чтобы вот этот треугольничек, вот эта птичка находились со стороны передней половинки. После того, как это сделали, уравниваем вот эти шовчики внизу булавочкой. Скалываем. Так, теперь берем иголочку. Иголочка обязательно у нас с узелочком. Хороший узелочек. Находим плечо. Находим вот эту вот рассечку. Видите, рассечка, которая помечает нам точку О, самую высокую точку. Совмещаем плечо и эту рассечку. И на расстоянии полтора сантиметра делаем вот так вот несколько стежочков. Вот в этом месте нам невозможно припосадить рукав, потому что идет долевая и поперечная нить. Вот это расстояние от плечевого шва примерно 3-4 сантиметра мы никогда не припосаживаем. Смотрите, как нам кажется, как много посадки. И тем не менее, сейчас будем с ней справляться. Дальше у нас пошло косое направление нити. И я начну сейчас вот такими маленькими стежками, вот здесь видите, припосаживать. Я как бы двигаю свой окат рукава навстречу иголочке и маленькими стежками, уравнивая срезы, видите, срезы все равны, в направлении вот этой вот иголочки делаю вот такую вот работу. Посмотрите, как получилось. Вот сколько посадилось и никакого защипа здесь нет. Стежки маленькие, убористые, аккуратные. Посмотрите, что у нас осталось. Вот так наверх, как бы вывернули чуть-чуть, да? И здесь уже практически посадки такой нет. Ее и не должно быть в этом месте. Но иногда бывают такие рукавчики, что мы их еще припосаживаем. И вот на этом участке, то есть в нижней части проймы, там где есть косое направление у точной и долевой нити, где они пересекаются. То есть для очень полных рук я припосаживаю еще и вот этот вот фрагмент. Опять перехватываемся там, где у нас идет боковой шов. Здесь припосадить ничего нельзя. Опять 3-4 сантиметра, ничего не припосаживаем. Дальше опять припосаживать можно, но в нашем случае посадки как раз только-только. И поэтому я ничего не буду здесь припосаживать. А всю посадку располагаю, тихо, наверху. Теперь смотрите, дошли вот до этого участка. Это примерно серединка между плечевым и боковым швом. Здесь тоже идет перпендикулярно долевая нить у точной. Мы ничего не посаживаем. Проходим этот участок спокойно. И вот сейчас добравшись до косого расположения нити на верхней части окаты рукава, мы понемножечку вот так вот все-все-все припосаживаем. Вот и все, собственно говоря. И мы великолепно справились с нашей посадкой. Сейчас будем проверять, насколько хорошо мы это сделали. Я не делаю здесь закрепок. Ушила там побольше. И вот смотрите, выворачиваем. Вот посадку хочу показать. Еще раз покажите нам. Видите, посадка. Вот здесь вот тоже посадка идет. Вот ее очень много, да? А теперь выворачиваем все на лицо. Вывернули на лицо. Какой мы вот этот сейчас метывали, рукавчик. И одеваем вот так на ладошку. Видите, вот у нас окат рукава. Понятно, что он, это на спинке выглядит. Вметался достаточно хорошо. А теперь одеваем на ладошку. Вот так вот с этой стороны давайте посмотрим, чтобы отвес был. Вот это передняя часть рукавчика. И тоже видно, что все у нас хорошо. Наденем на примерочку и посмотрим. с другой стороны. Вот. Спасибо.